Ну а сейчас к новости буквально последних минут. Пресненский суд Москвы приговорил экс-чиновницу Минобороны Евгению Васильеву к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Пывшую главу департамента имущественных отношений взяли под стражу прямо в зале суда. И сейчас на связи со студией наш корреспондент Николай Соколов. До здания следственного изолятора, как видно, очень многие пытались задать вопросы. В эти минуты конвой ее отправляет в специальные машины. Очень многие журналисты хотели задать свои вопросы, но, как видно, не получилось. Стоит сказать, что само заседание было, конечно, таким неожиданным. Многие знали, что гособвинение тогда попросило наказание в виде восьми лет лишения свободы условно. Но, как видим, сегодня совершенно все изменилось. Судья постановила своим приговором реальный срок лишения свободы. Васильева будет отбывать наказание в колонии общего режима. И что касается ее подельников по организованной преступной группе, то некоторые из них получили наказание примерно четыре года лишения свободы. А вот Васильева максимальное наказание это пять лет. И, кроме этого, нужно отметить, что сама Васильева должна будет еще оплатить штраф. Вместе со своими соучастниками примерно штрафов на 215 миллионов рублей. В эти минуты адвокаты сейчас собираются говорить в прессе пару слов по поводу того, что будут делать дальше. Но, как мы знаем, они еще до вынесения окончательного приговора говорили, что будут его точно обжаловать. И, кстати, на это по закону, конечно, есть возможность. Но я предлагаю послушать комментарии судьи. Вот, что она сказала буквально 15 минут назад. На основании статьи 69 по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Васильевой наказание в виде пяти лет лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Васильеву Евгению Николаевну по статье 286, части 3 по эпизоду превышения должностных полномочий при реализации недвижимого имущества в поселке Пересыпь, Кемрюкского района оправдать в соответствии с статьей 302, часть 2, пункт 3, в связи с отсутствием деяния состава преступления. Васильеву Евгению Николаевну в редакции федерального закона по статье 159, части 4, 29, 11, 12, по эпизоду покушения на хищение объектов недвижимости ООТ МВО, город Москва, улица Большая Северпоклавская, дом 35, страни 12, оправдать в соответствии с статьей 302, часть 2, пункт 3, в связи с отсутствием деяния состава преступления. Васильеву Евгению Николаевну по статье 159, части 4, в редакции федерального закона по эпизоду приобретения права на чужом имущества расположены по адресу город Москва, Арбат, дом 23, страни 1, оправдать в соответствии с статьей 302, часть 2, пункт 3, в связи с отсутствием деяния состава преступления. Срок отбытия наказания Васильева исчисляют с 8 мая 2015 года, за честь срока отбытия наказания время нахождения Васильева под домашним арестом с 23 ноября по 8 мая 2015 года. Меру пресечения Васильева и доступления приговоров в законную силу изменить на содержание под стражей, взяв ее под стражей в зале суда. Ну, как видно, приговор суда вступит в законную силу, как положено. Но, кроме этого, отмечу, что в эти минуты просит прессу покинуть, сдал суда, как слышите, да, приставы выгоняют, сказать, саму Васильеву снимать нельзя было. И нужно отметить, что Евгения Васильева сегодня даже приехала в зал суда совершенно без дополнительных вещей, думала, что, скорее всего, ей светит реальный, не реальный срок, а условный. Но, как видим, решение суда получилось совсем другим. Но защита его, напомню, собирается обжаловать. Более свежие подробности сообщим уже в следующем включении. Ольга. Спасибо. Итак, приговор Евгении Васильевой вынесен. Пресса и, собственно, подсудимая покидают зал суда. Пресса и, собственно, подсудимая покидая.